Многодетная мама. Насколько много схожего в каждой из них и насколько все они разные. Но, безусловно, общее одно. С каждым ребёнком глубина и осознанность материнства становятся всё сильнее. Мамы, как и их дети, растут. Растут в любви, растут духовно. И эта история – ещё одно тому доказательство. Ирина Владимировна Пигулевская, историк, педагог, завуч одной из православных подмосковных гимназий, далеко не сразу поняла, что её призвание – воспитание детей. Я совершенно не планировала быть многодетной мамой. Начать с того, что я одна у родителей. В силу состояния маминого здоровья, я была только одна. У мужа сестра есть. У них большая разница в возрасте – 10 лет. И мы стали первый раз родителями, мы же стали очень поздно. Казалось, им было хорошо вдвоём. Учёба в МГУ, научная работа, встречи, командировки – дети в планы тогда не входили. Но муж всё чаще стал задавать вопрос – а когда родим? На что слышал от жены следующее? Это что он, диплом, курсовая, ещё что-то, очередная стажировка в Польше. Потом я таки закончила университет, поступила в аспирантуру. И три года отдала ещё аспирантуре. Ну и когда я на последнем курсе аспирантуры сказала, что я буду писать диссертацию теперь, муж меня не понял. Он очень спокойный и очень такой выдержанный человек. Но он сказал, детей ты не хочешь, значит, ты меня не любишь, значит, я от тебя ухожу. Эта фраза супруга Ирины стала для неё настоящим шоком. Я приехала на работу в гимназию, вся зарёванная, я плакала всю ночь. Значит, и мои коллеги, они меня закрыли в классе, что стряслось? Я говорю, Лёшка от меня уходит. И как сейчас помню, одна из них вот так сделала руки, сказала, и правильно делает. Это сколько же можно? Это что за безобразие? То есть вы, молодые, образованные, умные, красивые, у вас должны быть дети, у вас должно быть их много. И, видимо, тогда пришло переосмысление из-за одного церковления Ирины. Ведь в советское время креститься и быть православной значило вызывать и вопросы, и непонимания. Многие крестились потом, в сознательном возрасте. С приходом веры в её жизнь произошла и счастливая беременность. И вот в этом состоянии рождается наша старшая дочь, Зоя, и становится плодом всех родительских экспериментов. Любви, конечно, невероятной. И потом так же промыслительно Ирину пригласили преподавать в православную гимназию. Но тут выяснилось, что она снова ждёт ребёнка. Я честно пришла, сказал, батюшка, тут такое дело. То есть я начну работать, фактически, уйдя в декрет. Он говорит, ну и ладно, что, класс маленький, что-нибудь придумаем, давай начинай. Ирина поехала в командировку с мужем во Францию. Разлучаться семье было нельзя. А потом снова беременность. И уже сын. Удивительно даже не то, что вопросов рожать или нет не стояло, а то, что с каждым ребёнком прибавлялось и счастье, и любви, и сил. Но было ощущение беспомощности, когда в свою первую беременность Ирина столкнулась с грубостью и давлением. То давление, которое я ощущала, старородящее, мы тебя будем кисарить. И вот это всё, посидите, на каждом приёме, да, тебе так вот докладывают, докладывают по голове. И я приходила, я плакала, а муж у меня, он такой тихий, надеятельный. И он пришёл, сказал, ты знаешь, я вот тут поговорил с народом и нашёл. Семья нашла своего врача, и всех четырёх детей Ирина рожала дома. Как она говорит, это был её выбор, и она никого не агитирует. Осложнения во время родов бывают и в дорогих клиниках. Но в пятый раз во время родов с Серафимой возникли серьёзные проблемы. Девочка лежала поперёк. Это вот лишний раз говорит о том, что во всём промысел. Вот, то есть у меня было жуткое кровотечение, вот, и у Симы никаких этих самых, всё безмятежно, всё прекрасно, здоровый ребёнок, всё замечательно. Вот, а вот мама чуть, чуть-чуть. Я даже не знаю, как назвать эти ощущения. Я очень благодарна этим докторам, они спасли мне жизнь. Но спустя время Ирина совершенно точно поняла, что эта ситуация была не случайна. Господь и здесь проявил заботу, и всё чудом разрешилось. Это просто показало мне, что Господь о нас промышляет, понимаете? То есть, а если бы Сима лежала нормально, да, и мы бы родили дома, и началось бы это кровотечение, меня бы не было. И даже такие трудности при родах, когда Ирина была на грани смерти, не остановила в желании родить шестого. Так после Серафима появился Мишенька. Улыбчивый, озорной мальчик. Любовь и радость всей семьи. Сейчас Зоя, Прасковья, Наталья, Фёдор, Серафима, Михаил. Это самое большое счастье, достижение, результат. Дети взрастили любовь к Богу и между родителями. Ирина успевает руководить гимназией, проверять уроки, организовывать праздники. Дети наполняют каждый день смыслом. Один из её шестерых детей – Фёдор, дар Божий. Но для неё все дети – это дар, от которого никогда нельзя отказываться. Мария Чугреева, Андрей Андреевских, Денис Калантай, телеканал «Спас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова